В мир вошла смерть, смерть духовная, смерть души и поступок человек целостен, потому что каждый из нас это есть и душа, и тело, то, конечно же, состояние моей души очень влияет на здоровье и у моей души, и на его тело. Ну, чтобы вы не оставили, это самый простейший пример. Представьте себе, что кому-то из ваших близких сообщили очень неприятные известия. Там, не знаю, что что угодно. Что случилось с ребенком, что-то случилось еще с чем-то, там, с женой, с мужем. Вот эту же секунду я передам информацию собеседнику. Не сбиваю его, да, не бью. Наоборот, все-таки пытаюсь поддержать. И вот, тем не менее, эта информация напрямую, почему-то практически всегда, выливается в инфаркт, в инсульт. Ну, то есть информация, которая получена душой, информация, которая получена на моем переживании, тут же выливается на теле и выливается сам, чтобы не есть неприятным образом. И это выяснили все мои болячки. Чаще всего у них все это происходит, что слишком неправильный образ жизни мы ведем. Слишком много моей жизни ни всего не хорошего. И это все не может не отразиться на теле. Сейчас, наверное, будут бушить стимул Алексеевича Ускова. Он будет часто повторять, любит использовать это в своих лекциях. В частности, вопрос в следующем состоит. Значит, очень часто христианство представляется как набор сводов, набор законов, набор запретов, если хотите. И Господь рисуется в виде какого-то такого вот злобного дедушки, который вот этот мне нравится, поэтому это грех. Точнее, не грех, у нас подробная ненависть, поэтому это грех. Сколько раз мне доводилось общаться с извинниками, да, и с всевозможными грешниками, патриотинскими любят сейчас смотреть, что раньше было намного проще. Священник сказал, что вот это вот грешно. Все, точка. На этом разговоре все закончен. Это все понятно, вот это грех. А сегодня, а почему грешно? А да, конечно, грешно. А мне так нравится. А мне так хочется. Раз за разом, мы будем сильно доказывать, что да, и грешно, и вредит тебе человек. Человек, любые божьи заповеди, это не то, что что-то Богу нравится, мне не нравится. Господь, как последний нищий, каждый из нас просто умоляет. Человек, не делай этого. Тебе же будет хуже. Ну вот не нужно брать оскаленную сковородку руками. Перчатки для этого есть. Тебе будет хуже, человек. Не нужно сходить с пятого этажа, там, через окошко. Говорят, можно поломать шею. И поэтому нельзя на протяжении быть виноватым. Незаконы физически поломался. А ты виноват, тебе ображдали. Не делай этого, тебе будет хуже. У тебя крестец есть. Ей нужно ведь пользоваться. И так, действительно, мир и жизнь в зле. И потому болезнь волей-неволей ворвалась в нашу жизнь, не хотим этого или не хотим. Представить, что это будет внести нашу жизнь. Другое дело, что эта болячка может по-разному вырываться в мою жизнь. Есть те болячки, которые должны помнить всю свою жизнь. И они всей мою жизнь проходят. Для чего? Потому что они делают меня, как ни странно, человечнее. Делают меня человеком. Я однажды встречался с мужчиной, который мне сказал о том, как я его наявил в кавычках порчу. Почему? Потому что он менял жене. И он женой с тещей, и на нее порчу навели. И чтобы думать, я заболел аппетенцией. Через время я пришел к бабке, так и есть. Виновата жена и теща. Я их там отлил, разлил. Жену бросил, детей бросил. Бабушка меня не исцелила, чтобы думать, теперь я опять здоров. У меня теперь 4 любовницы. Я к кому хочу, ты мой лич. То есть вот вопрос, да. Реально ли сибирно такого человека бабушка? Не проще ли было с тем великолем, который у него был? У нас сразу-таки женой, да, и каяться в том, что он вообще изменял жене. И мы сидим в ней прощение. И любить жену, любить детей. Я думаю, этот особый бы не кладил бы всем вновь. Но все-таки, оказывается, не каждое выздоровление ведет меня к счастью. Не каждое выздоровление не полезно. У меня на памяти очень многочестивая женщина, которая даже сказала длинные для меня строки. Я к ней подошел, говорю, подушка, говорю, ты хочешь выздороветь? Я все-таки несколько волнуюсь за тебя все, а ты на все-таки больная. И мне не хочу, я боюсь, когда критерить боюсь. Я прекрасно понимаю, что мое здоровье очень быстро меня оттащивает опять от Бога. Именно болезнь мне привела в храм. Именно болезнь постоянно мне напоминает о вечности. Именно болезнь постоянно мне напоминает Боге. Что я здесь не вечный. Что я немножко здесь живу. И кто-то много говорит, когда если я, только если Бог выздоровел полностью, он говорит, я делаю по правилам Бога, там два, два, три. Но через-под ней я очень боюсь, чтобы было очень грешно по натуре, я опять забуду, где Бог, где церковь, и вновь выйду из Агранной Церкви Христовой. Итак, болезнь, несмотря на то, что они нам не соответствуют, нам в природе. Тем не менее, Господь по своему промыслу, даже их, даже то, что они нам не соответствуют, может использовать по своему любому промыслу и с пользой для нас. Хотя Господь болезни не создавал. Это то, что мы учили сами. Но тем не менее, даже наши плохие привычки, Господь может по-разному впускать их в мою жизнь. И вот и есть такие болезни, которые действительно должны заносить жизнь в моем сердце и делать меня человеком. Постоянно мне напоминать о вечности. Постоянно напоминать о Боге, о Христе и о Его Церкви. О Его Болезнии. Есть болезни, которые, конечно же, нужно лечить, даже без разговоров. И даже не задумываясь. Те же гриппы, да, те же насморки, да. Есть такие болезни, которые действительно Господь карает за какие-то свои решения. Но вот здесь нужно помнить правила христианской этики. Если я сегодня поломал руку, то к себе я могу применять любые причины. Это я, сволочь такая, это вчера был внести утреннюю молитву, а вчера вечерней правила тоже не был, и на вечерней службе не ходил, и больного я вас вчера не навестил, и вчера все еще поругался, поэтому Господь сегодня бросал руку мою голову. Но если же я вижу руку, по-моему, не на себе, а на моем соседне, вот тут-то безни. Вот здесь я не имею права ему сказать. Ты, сволочь такая, сейчас мне поздоровался, а на начале ты меня когда-то обидел, вот тебя сегодня до Господня и карает. Но это будет нехристианством явным, и ничего общественного ситуации это не может быть. То есть себя я могу осуждать, но на других есть Господь, пускай ему висут, и несеместно с другими, но, слава кажется, в том же положении. Итак, болячки есть как наказание на какие-то совершения. Болячки есть как предостережение от чего-то. Господь может посылать нам какие-то неприятности здесь, сегодня, сейчас во избежание этого от чего-то там. То есть понимаете, что я делаю, Господь, любящий отец, пребреститель, он не только знает наше прошло, но и ожидаемо это в будущем. Вот два примера, Александр Якураев, когда приводил, из него лекции помню. Значит, первый пример, там идет роспись в храме. И мастер уже поставил последнюю точку где-то там под купоном, высота храма очень громадная. И он на этих козлах, и ставил последнюю точку, отходит назад для того, чтобы общим взором окинуть всю общую картину. И окинувая взором общую картину, он забывает, где он находится, что что-то под ним десятки метров вниз, а козел не безрогичный. И он тут еще такой на шаг, и он сварится. А в результате подмастерья он видит то, что мастер вот упадет. И потом видит это будущее, у него в голове приходит пролетать в вихрь, чем можно помочь. Крикнуть, у нас ага, что где, и придется процентов. Вбежать вверх, помогать не успевает. Это помощник, что есть силы, берет краску, и пуляет ее в саму роспись, в саму икону. И мастер волей-неволей, видя это бесчисто, конечно же, вперед кидается ближе к огоне, тем самым спасает себе жизнь. Так вот, с точки зрения мастера, эта беда, которая ворвалась в его жизнь, порча иконы, на которой он столько старался, конечно, это жуткое бесчинство, потому что он, в таком истоком языке, объяснял под мастерью, что он не прав. Но если знать, ради чего это было впущено в жизнь, это мастер, то мы понимаем, что этим, этой неприятостью, этим порчей, трудом, возможно, дневным, месячным, ему была впущена жизнь, и он совершенно по-другому начинает оценивать эту ситуацию. Ну и второй пример, когда идет мужчина, и в двух ударах за городом резко падает на асфальт. Рядушка войдет малыш, будущий свеченник, который об этом потом вспоминает, и идет малыш, будущий батюшка, за ручку с мамочкой. А мамочка, ни много ни мало, полевой хирург, на войне вымогала именно в полевых условиях, в самых-самых страшных ситуациях. И вот мама киняется к мужчине, мгновенно оценив поставленный диагноз, к хирургу дайте душ. Само собой, эти сумасшедшие дуры никто и никогда не дает. И она берет стеклянную бутылку, разбивает ее, и вот эта вот розочка стеклом резко протакает у горла этого мужчины. Сумасшедшая дура ее таскивает в сторону, а потом, прибывшая скорая, констатировала, что мужчина спасен, и спасен только много, дорогие женщины. Наказывается, у него жуткая аллергия на онкус насекомых, в частности осы. И тут же трахея полностью распаляется, человек трахея задыхается, и она, пробив трахею, пустила кислород в его организм, и тем самым спасла его жизнь. Вот опять, смотрите, если взять, не зная ради чего, да, ради этого будущего, то, при этом, без твоей картинка очень неблагодействия. Женщина орет, бутылки, хватает стеклом, движет в горло, кровь лечит, и все прочее, то есть не единичное, и вообще не понимая зачем. Но если понимая, что или ради чего, то начинаешь понимать, что да, больно, например, до пошла кровь, кровь спасла жизнь этого мужчины. В конце концов, есть и те случаи, которые сам Христов в Евангелии, вспоминайте, по крайней мере, два случая он перечисляет, тот не выставил голову, стоп, помните, когда ученики спрашивают, кто совершил, что он слепой от рождения, они были родители, кто, никто, но он в Блине, но ради того, что сейчас на нем исполнилась моя слава. То есть, украинская Божьем промыслом была включена в жизнь, того, чтобы сейчас Христос явил себя, и тем самым он Христа полюбил, принял свое сердце, и слава Христа вошла и в его жизнь, и в жизнь у моих окружающих, которые сейчас выйдет явное исцеление этого человека. И очень часто болезни бывают еще и ради окружающих, в том числе, кстати. Вспоминается, когда всем миром пытались обороться за жизнь одного малыша и несколько лет искали деньги на операции, продавали все, что можно, все, что не можно, сидели ночами и с ними днями около кроватки. И вот все-таки Господь его призвал. И вот теперь стоят родственники, близкие, знакомые, которые окружают малыша, делятся своими чувствами, воспоминаниями, мыснями. Я говорю, не пишу, сначала надо просто ступор, как, так, столько лет и все зря. Зачем, Господи, для чего? Ради чего? По мере отрезвления, по мере и много пришествия в себя, мы как один в голове спорим зачем, для чего. Ради нас. Мы стали другими. Те, которые ухаживают за малышом, они стали другими. Они стали более человечными, они стали более к чему-нибудь более, они совершенно по-другому стали себя вести, не там, были в жутких 40, и не было как всех там победил, старые большие согласия все привели в глад, и научил их минасердия, научил их страданию, боли, и так далее, и так далее. И, это не только мое мнение, это мнение всех абсолютно, которые были с малышом, все к этому пришли, еще не сильно. Христос только его держал, не сразу помер, а именно столько лет его не выдержал, именно ради нас, чтобы мы стали другими. И в Евангелии похожий случай описывается, вспомните, когда Христос расслабленного, парализованного около овощей купели. И там, что каждый раз можно опускаться в купель в году, да, и Господь исцелал, и все там на землю кидались, а один расслабленный парализованный человек сидел с его сторонки и Христос жалуется. Пока я смогу потом вести к этому источнику, он заботой его тронет. А сколько я не прошел людей, чтобы туда отнесли, никого не нахожу. Вот я, ищу человек. И вот этот ищу человека действительно несется через боль этого случая и, наверное, через всю зиму нашу историю. Столько много таких людей, которые действительно болеют, на которых мы могли бы заработать все бонусики, плюсики, ухаживая за ними, помогая им, входя в их жизнь и страдая их жизни. И, Господь, возможно, идея для того, чтобы мы могли стать немножко другими, тем не менее, мы не хотим подсказать в себя эту грязь, то будет эту войну, да, каких-то гнижущих струбьях, и тем самым подвергать себя напрямую Божьему, что вы помните, как в конце временам зазвучит больной был, и вы не посетили меня. Да когда же, Господи, да вот уж, окружающих ты не посетил, потому не посетил и меня. главный отец вкратце сказали о болезнях, что действительно прийти к полному исцелению брачек можно лишь полностью слив всего себя, но это невозможно, и не менее поддерживать себя в каком-то состоянии в рабочем нужно, значит заботиться о здоровье и своей душе, и своего тела тоже нужно. Все, что ворвется к нам из-за того света к тому, что нам полезно, оно ворвется и так, без нашего части. Но максимально вести здоровый образ жизни и догонный, и телесный это мы обязаны. Лечиться тоже должны. Но тем не менее, все что доходят в том, что мы с чем мы можем совладать, нельзя опускать руки, нужно по-прежнему вспоминать о Боге, о Вере, о Церкви, и тогда Господь нас помилует. Теперь вопросы пройдемся в презентации. За что Господь предпосылает болезнь? Мы об этом очень подобно говорили, поэтому думаю, здесь уже точка поставлена. Попускает болезнь, да, то есть все только что говорили. Что касается лечения, лечения, конечно же, тоже должно быть, потому что это душа болезнь и тело, поэтому лечения должны быть интересные и духовные. Интересные лекарства пилюры, хорошие врачи, духовные лекарства, конечно же, таинство исповеди, таинство причастия, да, самоформленные причастия, причастия, раба Божий, притр, во исцелении души и тела, да, то есть мы посещаемся не просто так, мы посещаемся в исцелении, в соединение в ценности всего человека. Ну и, конечно же, церкви сейчас только с великим постом почти во всех храмах будут служиться, не почти во всех, а у всех, просто чтобы разное время узнавать о своих храмах, когда у кого как. Великая Таиска, Таиска Маскосборования, в котором через синекратное помазание масла и вина призывается Божьей Богодать и просьбу, молитвы изучают об исцелении всего человека. Так, опять же, в принципе, на все вопросы мы уже ответили, в самолекции. Ага, высказывали из тех отцов на эту тему. Старец в восемь раз. Покаяние бесценный дар для человека. Он является наилучшим лекарством, способствующим восстановлению душевного здоровья. Как часто мы будем из-за того, что мы нолимся на тропезы. Шикарно вообще. Набиваем функцию в тему в рот. В тему они в рот. Помните, это не все что-то такое верующие. Только столовой. Он говорит, только столовой. Потому что мама говорит, а я в общем пищу верит. А не верен. Так он не верен. Так часто мы не верим того, что мы с тропезой. И не сдавая мы доставили на пищу. Наши все делали в своем дону встах. И порхали молились. И сеяли молились. И рожа тоже молились. Сейчас мы не верим какие люди готовили то, что мы вкушаем. И часто они готовили с ненужными мыслями, созданием. потом пищу нужно и тропезу нужно освещать. И тоже все молились, но тем не менее поблизи старцев, что даже непросто тропезы и то вредит здоровью каждого из нас. Преводом иконы Божьей Матери Сесарийца знаменитой иконой, которой мы не совсем понимаем деление икон на правых и левых. Как говорил один из богословов, худш узнав делается православное одиночество, очень просто. Спроси у человека какая Божьей Матери попадает от пьянства. Почти все Боговы видят неправая мачаша. Ну и будут достаточно идичики. Почему потому что Божья Матери одна. Какая Божья Матери? Одна Божья Матерь. И нам не будет пьянства. Такая икона разная, но в внутренней иконе не доске не стиху в первую срочку. То есть перед Божьей Матери. Поэтому абсолютно предлимой иконой нужно молиться обо всем. Но тем менее перед иконой были случаи исцеления от онкозболеваний. Икона стекаются люди с вон болячками. Так, ну, прошу ваши вопросы. Наше следующие занятия чтобы через неделю будем разговаривать о святых мощах и иконах. Это будет через неделю. А сейчас спрошу ваши вопросы. Так, у мотоцов не попросовали, что что касается пока пишет вопрос и чуть-чуть поговорю. Что касается нашего календаря, то у нас будет первая неделя Великого Поста и завтра мы празднуем чин торжества православия. большой праздник, который на котором утверждены икода почитаниям, утвержденность догмата всей нашей веры. Вот. и завтра будем это событие праздновать. в том, как объяснить, как объяснить оборонить, почему болеет, почему болеет, почему болеет, не боюсь, сейчас нам не нужно ничего ей объяснять, нужно просто... Здесь люди должны не обидеть, а плакать вместе с плачущим. Убежать его, любить его. Очень часто пытаясь оправдать зло, мы забываем о том, что оправдать значит понять, значит принять. Далеко не все зло нужно понимать. Некоторые вопросы должны просто заново зажить в сердце и все. Потом берут малыши, не занимаешься, они ждут больше всего веселья, они ждут какого-то выздоровления. А если уже не выздоровление, то они ждут хотя бы нашего элементарного участия, ласки, любви. Игрушек, улыбок, сами вы не отчаивайтесь, не показывайте вид, что все плохо. Мы не терпели вам. На прошлой неделе мы, кто ходил в храм, мы присутствовали на чтении Великого Покоренного канона Дмитрия Кринского, 4 вечера. Кто не был на неделе в интернете, посмотрите, пожалуйста, это в ютубе есть, в аудиозаписях есть, на сайте православие.ру это есть, однозначно выложено. Азбука веры. Поэтому длинный канон, очень длинное приступление, который, в азбуке, пошел на Великий пост. Что касается следующей недели, это уже вторая седмица Великого Поста, которая венчается следующим воскресеньем в память Григория Палама, святей недели епископа Дового Святого, который создал целое учение о Иисусовой молитве. Так, вопросы еще есть? К сожалению, вопросов больше нет. Что же тогда позволить с вами всеми попрощаться? Пожелать вам милости Божьей, пожелать, что и пост. Чтобы Великий пост каждому из нас приносил крылья, духовную радость, ну и повеньшим болезней. Найменно побольше здоровья, чтобы благодаря этому здоровью каждый из вас как можно больше послужил Богу Церкви Христову и окружающим нас людям. Боже, все богословения. Прекрасно Бога дан нам Крыму. Я приглашаю вас всех собраться на соборную молитву. В Евангелии от апостола Ангелиста Матфея, 18 глава, 20 стих, есть такие слова Господа нашего Иисуса Христа. Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там есть и Я посреди них. И поэтому эти слова Господа нашего Иисуса Христа обозначают то, что соборная молитва, она самая сильная. Она угодная Богу, угодная небу и угодная Церкви. И соборная молитва, она вымаливает и достает и со дна моря, как и молитва матери, как и ходатайство Церкви. Поэтому давайте мы соберемся и своей молитвой поможем и себе, и своим близким, и живым, и усопшим, и стране нашей, чтобы все мы шли во спасение и вечную жизнь. Потому что очень многие, если не все, нуждаются в нашей молитвенной помощи. Наши дети, которые страждают, наши братья и сестры, которые будут трудны в жизни, и у которых есть неустроенность и в личной жизни, и в профессиональной сфере деятельности, и в духовной. Они все нуждаются в нашей молитвенной помощи. Значит, мы должны собраться, значит, мы должны совершить этот молитвенный подвиг. Почти каждый день, каждую неделю будет читаться Акафисты и каноны святым, всем святым, Николаю Мерекийскому Чудотворцу, Пресвятой Матери Божией и Господу нашему Иисусу Христу с ходатайством за всех тех, о ком мы будем молиться. Присоединяйтесь, братья и сестры, и приезжайте к нам на молитву и паломничество, и отдых в православный центр Фавор, в село Рыбачье, Автономной Республики Крым. Помоги вам, Господи! Присоединяйтесь к молитве по соглашению вместе со священником Игорем Сильченковым, а также к молитве, совершающейся в 20 храмах и монастырях, только на сайте правжизнь.ру.молитва. Присоединяйтесь к молитве по соглашению.